Буктроллинг Книга вторую Российского автора Александра Ильичевского Но Несколько отступая назад Хочется поблагодарить такое чудное заведение Как Пивариус, предоставившая Она свое Гостеприимство для съемок Этой передачи и представить Так сказать Моих коллег, соведущих этой программы Это Павел Погода Банников Самый, наверное, признанный Блогер Блогер, я не знаю Короче, паразит Казната Чья специфика это литература И Кирилл Бежуаз Павлов Который просто паразит и тролль Но при этом надежда Нашей отечественной фантастики Все, ну а теперь Как пришла идея Именно поговорить о Ильичевском Просто Паша уже несколько лет Был одержим этой книгой Он всем ее так рекомендовал Ну неправда, ну не резко Ну что ты Всего лишь полтора года Но полтора года я реально Эта книга одержим Ну понимаешь, вот эти полтора года Которыми твоя одержима За эти полтора года Она мне пошла за несколько лет Там месяц за год ушел И такое ощущение, что Ильичевский Да, я ее написал в двадцатом Не, настолько одержим Мне кажется, что Ильичевский Вообще этот человек Обладающий Немножко обладающий Тайными навиками Он Перекинулся вперед Посмотрел, что будет С его книгой Посмотрел, вернулся назад Немножко изменил И Серега раз Поменял свое мнение Я видел Просто он раз В одно время так А, Ильичевский, Ильичевский Да, вот Это, видишь Я вот тоже так смотрю Да, ну это Павлах Ну его так, прости Но, что Мне вот кажется Что первое, чем Хотелось Паша, почему тебе понравилось Чем Нет, это хороший вопрос Во-первых, это была Книга, которую я читал Месяц Несмотря на Все-таки Несмотря на то, что нам ты дал Неделю Нет, смотрите Книга Восемьсот страниц В общем-то Это два дня Почитать Я читал ее месяц Почему? Ты знаешь Некоторым людям Восемьсот страниц Это всю жизнь Мне не хотелось Читать ее быстро Это было настолько приятно читать И чувствовать каждое слово Я помню, да Второй прогноз погоды Был посвящен Как раз Персу Ильичевскому В том числе И там я сказал Что это лучшая книга Написанная на русском языке Которую я прочитал За последние 10 лет И я еще раз Подписываюсь По этими словами Почему? Мне кажется Что самое главное В литературе Это язык Всегда Если человек Либо находит Свой язык На котором он говорит С читателем Либо не находит И вот в Персе И вот в Персе Ильичевский нашел Тот особенный язык На котором только он Может говорить И ты его читаешь Просто ощущение Как будто перед тобой Сидит, не знаю Шаман, да Который просто рассказывает И сама книга Требует медленного Ритмочтения Как-то так И очень мне это Понравилось Полюбилось И плюс, конечно Ну да Личное За полгода Наверное До того Как мне попался Перс Я был в Баку И провел Прямо неделю Предоставленную Собственно говоря Самому себе Поглял по этому городу А главный герой Как раз Этого романа Это не Наверное даже Не человек А именно город Само пространство Широнский полуостров Это есть главный герой И это очень хорошо А, кстати Сейчас вот Конкурс же идет Это приватильность Монолог, да? То есть с собой Сейчас же идет Конкурс Алматы В 100 словах И где Ты, там Салима Дуисекова Еще всякие Крутые Тетки Дядьки В жюри И вам будут Присылать эти тексты И вы же не будете Знать Кто этот автор А вот Я не знаю Мне Мне Сыкотно Если честно Присылать текст Потому что Мне кажется Что вы будете Знать Кто автор Потому что Я читал Перса Ты читал Перса И я его Посмотрел И я знаю Как сейчас Рассказать Про Алмату Так Чтобы В 100 словах Там все Прям Ну скажем Это не 100 слов Чтобы женская часть Потекла А мужская Прям Зардела И я знаю Что Сделал И я знаю Что ты Меня Прости Чашки Волгутей Сам Запонял Что сказал Ну просеку Да Конечно просеку Ну я не знаю Какое все Это отношение Это отношение Не имеет Книги Ладно Вернемся Но ты Выделяешь Оттуда Абшаронский Полуостров Да Но там же Между прочим Еще много других Замечательных Географических Мест Мне вот Допустим Ближе На сердце Не было Голландия Голландия Подожди И Москва Москва Кстати Москва Вообще Описывает Не сказать Что Прям Идеально Я и сам Не был В Москве Но Сколько Я читал Две Коли Не видать Год На танке Не катался Но Сколько Я Описание Москвы Читал Вот Это Мне Ближе Сло Честно Москва Это Все Говорю То есть В этой книге Он работает С пространством Это наверное Самое главное Вот А счет Опять же Да С пространством Ты Упоминал И помнится В переписке В фейсбуке Наши общие Знакомые Они там Как-то Хотели повторить Маршрут героя Вот знаешь Я для себя В этой книге Нашел параллели Для меня Именно там Как и странно С тем же Пелевин Вот именно С Чапаевым И пустотой Интересно Я тебе Вот сейчас Объясню Для меня Вот этот Обширонский Полуостров И Обширонский Полк Легерей Да Это Было Несколько Тоже Местофизическое Что у Чапаева В плевенной Пустоте Это внутренняя Монголия Тибетский Тибетский полк Казаков Где-то Вот Есть Какое-то Сознание Наверное Да Можно найти Параллель Не Ну вот Здесь Параллель Именно Как пространство Именно Как Такое Что-то Несуществующее Подразделение Подразделение Ну как Прием Что Что значит Тибетский полк Казаков Я не пойму Вот эта вот Фраза Меня немножко Что значит Обширонский полк Тибетский полк Реально Существующее Подразделение Подождите Подождите На самом деле Ты посмотри Ты знаешь Мою фамилию У меня Фамилия Павлов Мой дед Служил В дивизии Чапаева И он Лично Ну не мне А моему отцу Рассказывал Что все Набухались Все там Забыли Что должны Атаковать Белые Вот видимо Так в Тибет И попали Я так думаю Нет На самом деле То есть Там То что Творилось В истории И Как там Они переплывали Через Урал Это две Абсолютно Разные вещи Как говорят Нет Это понятно Здесь сейчас Упоминается Да Как литературные приемы Исходя из этого Вот как найти Вот этот маршрут Да Конкретно Вот как вот этот То есть Ну мы же понимаем Что это условная реальность Вроде бы Ильичевский Использует Совершенно Да Реальные вещи В этой книге Во-первых Маршрут Который прошел Хлебников Историческое описание Баку Наслоение реальности Баку Наслоение реальности С этим Абшеронским Егерским полком Имени Велимира Хлебникова То что дает Тебе понять Что это все-таки Не нонфикшн Это не документалистика Этим он выбивает Читателя Все-таки дает ему Понять Что это другое пространство Пространство Соотносящееся Соотносящееся С реальностью Но Это пространство Книжное Именно поэтому Наверное Его Тяжело так читать Первое время Потому что Тебе требуется Прочитать страницу 50 Чтобы въехать В язык автора Потом ты понимаешь Что Да Это органично И только этим языком Можно было написать Эту книгу Если мы возьмем Кстати вообще Это же Насчет языка Подожди Подожди Это 4 романа Матисс Математик Перс И анархист И все 4 написаны Разным языком А вот скажем Кирилл говорил Что ему тяжело Было читать Перса Потому что Он продирался Прямо через язык А возьмем математику Он написан Совершенно по-другому Но Например Мне математика Нравится меньше Почему Потому что Язык довольно простой Прямой Понятный И ты чувствуешь Что он Не то чтобы Совсем не свой Совсем чужой Для автора Но он взял Наработанные Какие-то уже Стилистические вещи И использовал их А в Персе Он все изобрел Заново Именно за это Ему хочется сказать Большое спасибо Благодарность Потому что Постоянное изобретение языка Это самое главное Что можно Ну не знаю Видишь Ты на первое место Все равно Ставишь Как-то язык Для меня Это все равно Инструмент Который человек Передает Что сказать Именно вот эта реальность Хлебникова Такая вот этого Белого пророка Вот этого Гильмула Полуострова Да Смеси И колыбели Многих тех же Религий Да Заратризма И всего Она Именно Наиболее Была бы передана И передана Автором На мой взгляд Вот именно Таким языком Наслоений Да Но у меня Мне вот В ответ Я скажу Что я испытывал Чувства Когда постоянно Я себя долго Не мог понять Да То есть Я тоже Если честно Мне весьма сложно Общаться с этими людьми Потому что Я как человек Привыкший жить По понятиям Я привык Жить так Что Если я прав То я прав И без разницы Старше Там младше А вот Они вроде Старше Но они Не правы И получается Мне приходится И слушать Разговаривать за нашу спину Это тоже Такая реальность Да За это убивали В перси Ну За это По понятиям У нас Ну Ладно Так вот Слушай Ну Собственно Поэтому Наверное И объем Такой Большой Нет Стойте Паша Смотри Я вот Скажу тебе Так По поводу Ильичевского Да Если брать его Допустим Как бы он сказал Вот как бы он написал Сейчас В своей книге Перс Я не говорю других Заранее Знаю Что ты Можешь Использовать Этот механизм А как бы он написал В своей книге Перс Наш собранием И вот Паша Сергей Кирилл Собрались За деревянным Столом Шириной Которого Четыре с половиной Сантиметра Была доска Сосновая Вырубленная На Северном Регионе Где растет Кедр Так мерно Опадающий Своими листьями И Дающий Зернами Блага Народу И все Мы забыли И мы забыли Уже Про то что Паша И то что Кирилл И то что Доски И вообще И все Про все А потом В конце Он еще Раз Такую Запятую Ставит И потому Что Паша Сказал так И все Ты начинаешь Вспоминать Вот это Вот это Все Нет Это сложно Ты знаешь Вот Две стервозные Женщины Ты сейчас Говоришь Татьяна Толстая И Адутя Смирнова В прошлом году По-моему Вытащили Ильичевского Свою передачу То есть Просто Запинали Совершенно Свинскать На мой взгляд Автора В этой школе Злословия И говорили О том Что там А вот почему Самой странной Была претензия А что это у вас Такой нелинейный Роман Потому что Он нелинейный Потому что Он не может быть Линейным Потому что Вот они Пласты Которые ты Не можешь Просто Связать Один сюжет Общество Должно быть Готово К этому Да общество Никому ничего Не должно Как не должен Автор Постой Роман Если вот это Брать Тогда Выпускаешь Нелинейные Романы Ты не можешь Выпускать С Центрально-Африканской Республики Потому что Там Извини меня Папуасы Бегают Они Читают Максимум Лермонтова Центрально-Африканская Республика Кстати Паспорта Еще выдают Поддельные Вот я тоже Дослышал Недавно Я Как бы Не, ну просто Технические приемы Которые Да, ты так озвучил Это прием Сюрреализма Когда Нагромождение В одной Реальности Нет Четко Прописанных Деталей Рождают Совершенно Не связанных Между собой Нет Вот Деталей Прописаны Четко Здесь Реальности Нет Общей Картины Из-за Именно Пластов Нагромождение Не связанных А вот Я с тобой не соглашусь Что нет Общей Картины Как раз Общая Картина Она создается Благодаря Всем этим Пластам Ты можешь Посмотреть Я неправильно Ты сказал Что общая Картина Она создается Именно Вот Нет Общей Связи Это Реализм Еще Один Главный Герой этой книги Нефть Да Ну По нефти Лука Это Да Нефть Подождите Нефть Мы так К Пелевину Сейчас вернемся К Пелевину Вернемся Зачем возвращаться К Пелевину Ей бог Совершенно Два разных Автора Я думаю У меня Просто Пелевина Это возник Благодаря Воинскому Подразделению Чисто Отношению К местности Потому что Для меня Общей А Ильчевский Он правда На Каспии Родился И вырос Да Он там Судя по всему То есть Мы недавно Говорили с коллегами А для того Чтобы Как-то Этот роман Еще дописать Он Заново Прошел Весь этот Маршрут Который Описан В его книге То есть Сам Сам Собрал Сам Своим пешком Прошел Для того Чтобы Это Кстати Колоссальный Труд Мало Кто Из современных Писателей Так делает Для того Чтобы Это Было Максимально Я пойду Сейчас До Астаны Пройдусь Кто со мной До Астаны Автостоп Можно проехать Не-не-не Я пешком А на лыжах Пешком На лыжах Только зимой Почему У меня Честно говоря Удивило Больше всего То Что Эта книга Получила Довольно Такую Престижную Почему Тебя Удивило Мне Интересно Да Вот Почему Тебя Удивило Вот Всякие Книги Получают Премию Тот Же Возьми Минаева Да Учил же А Минаев Что получил Ну Зателки Черт Я не Припомнил Минаева Наград Да Не Наград Ну Как тебе Сказать Ну Скажем Прямо Минаев Голно Нет Духлист 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 Сняли Духлист Это вообще С пи*** Нет Это понятно Я тоже Объяснил Нет Смотри Ну Тем не менее Поэтому С пи*** Контенту Сняли Фильм Да Господи Киркуров Открыл Понимаешь Лавочку Что можно С пи*** До сих пор Нормально Вот я не знаю Знаешь Это тоже Исходя из того Возникло чувство Удивления Я не могу И вовлисать Это такой Суреализм Оно вот так Промелькнуло Почему Я не скажу То есть В том смысле Что ты думал Что дадут Премию Чему-нибудь Такому Более Социалистическому Патриотическому Да И Тенденция Более реальному Подожди Стой Вообще А чему Какие критерии Должны быть У книжки Чтобы получить Премию Ну Здесь Вот Быстро Если бы я Быстро Экстерном Если бы я Вручал Она должна Быть хорошо Написана В этой раз И в ней Она должна Открывать Что-то Новое Для читателя Это два Вот два Критерия Моих Ну Как вы понимаете Премиальный процесс Он всегда Происходит Нет Ладно Я здесь Сейчас не говорю О премиальном Процессе И все Я просто О чувстве Того Что Эта книга Получила Столь высокую Оценку Потому что Нет Допустим Просто возникло Вот это удивление Потому что Именно Это что-то Такие книги Узнаешь Ощущение Что их Понимать Начинают Как-то Потом Они Настолько Отстранены От этой Реальности Вот Я нашел Чем Сформулировать Премия Глубо Говорю Это Вообще Конкретное Проявление Существующей Реальности А эта Книга Настолько Отстранена От Существующей Реальности Настолько Ну Как сказать Она Другая И Вот Эти Две Реальности Их Совместить Трудно Знаешь Мне кажется Что наоборот Как раз Она К нашей Реальности Близка Но Она Близка Чем Что Внутренняя Монголия Та же Или Абширонский Полуостров Санкт-Полком Его Егерем Может Быть Каждым Да Главный Герой Из Людей Если Мы Убираем Нефть И Само Пространство Это Хаши Эмоции Он Ищет Он Ищет Выхода Куда-то За То есть Границы Этого Существования Плюс Он Одержим Идеей Убить Принца И так Далее Но Это Уже Такие Плохо Кончил Как сказать Плохо Кончил Если Судить По Концу Книги Он Все-таки Что-то Возможно Да То есть Лечески Дает Что-то Возможно Что-то Произошло То есть Уходит Опять В Мистику Смотри Баш Подожди Дай Договарю Ну Беля Ну Тюльпана Афон Высадил Были ли Тюльпаны С нашей Реальностью Мы же Тоже Ищем По Суть Да То есть Время Такое Когда Никто Не хочет Ничего Искать Хочется Пожрать Поспать Заработать Денег Свалить В Анталью И там Поджаривать Свои Тушки На Шезлонгах Да Можно Долго Этим Заниматься А все равно Душа Чего-то Просит Просит Чего-то Большего Да И вот Хошем Да Он Он Это Больше Озвучивает Для себя И Каждый Наверное Внутри Хочет Для себя Озвучить Это Что-то Больше Это Стремление Выйти Из Границы Омерзительного Надо сказать Существования И Такая Книга Будет Актуальна Вообще Всегда Актуальна Да Это Из Главных Вопросов Но Опять Это Подчеркну Что Эта Книга Это Из Разряда Вырваться Границ Поджаривание Своих Тушек В Анталии А Вот Любая На мой Взгляд Премия Это Как раз Это Шезлон Для Отправился В Анталии Вот Чем Я Сказал Выразить Несколько Это Явление Рассказки Что бы ты Сделал Если бы Ты получил Литературную Премию Скажем В размере 5 миллионов В тенге Обязательно 5 миллионов В тенге Это около 36 баксов Ну Там 32 А просто так А просто так Да Просто так Вы тебе Даст 5 миллионов Ну Блин Ну Если просто так Не дадут То за литературу Тем более Ну Не скажем Не скажем Ну Нет Давайте Гипертическая Гипертическая Эспекация Хорошо Я бы В первую очередь Организовал Фонд Современных Казахстанских Писателей В любом случае Микрофон ловит А остальные Деньги Бабы Спашпар Бухали На языку Лекционно На фонд Сколько Там нужно Тысяч 30 Дай Какая разница Главное Благо Понимаешь Главное За благими целями Прикрываться Это же не снимают Да Я же понимаю На самом деле Очень хорошо Что дали премию Потому что Писателям Паш Я не говорю Что плохо Или это Просто вот Я сказал Что это разный Реально Потому что Уже август И ничего Прошло Скорее всего Не будет Это жаль Жаль Конечно Премия Для чего Нужна Для того Чтобы Писатель Получил И мог Паш Не надо Мне Бессмерть Я просто Говорю Что это Совпало Редкий случай Когда Сошлись Две Реальности Да Сошлись Сошлись И очень Хорошо Что они Сошлись По-моему Вторая У него Была Потому что Первый Букер Букер За Матисса А Ильичевский Сам Родом Ты уже Спрашивал Со Всего Да Он Родился Там На Джон Потом Уехал В Москву Там Учился Мистическое Конечно Место Да Сейчас Живет Москве Такие Истоки Это Москвичья Ну Не Походу Но Реальности У него Даже Опять же Географическую А его Вот Эта Поездка В Палестину На Воблина Поиски Ну Опять же Да Еще Шикарный Пласт Это История Хлебникова С Его Переходом В Иран И Замечательная Еще Трактовка Хашемом Его Подсрочники К Текстам Хлебникова Как раз Если не Ошибаюсь Из Гремулы Отрывки Приведены Перевод Это Вообще Забавно Получается Перевод Подстрочника Переводы с русского На русский Перевод Я Когда Я читал Дочитывал книгу В конце Когда идут Эти переводы Переводов У меня В одной руке Был перец В другой Руки Творение Хлебникова Я Значит Читаю Одну книгу Поворачиваюсь К другой И чувствую Что я Уже Впадаю Наверное В шизофрению Настолько Я Чуть Не сошел С ума Под конец Книги И Было Особенное Впечатление И все-таки Он был прав Да Однозначно Вот А смотри Как бы мы не крутили Но Костокам Надо возвращаться Нет Костокам Что нет Нет Это как раз Таки Вот это Озвучивание Это Великолепно Вот так ложится Причем Это Причем Это реальность Она Палевная Кстати Это хорошо Да То есть Вот она Реальность И вот Другая Реальность Которая Происходит Причем Другая Реальность Она Палевная Потому Что Это запрещено Нет Не в кем Как запрещено Запрещено Хранить Употреблять Не запрещено Нет Мы проигрываем Автоматом А Нет А то То же самое То же самое Что Спалился То же самое А вот Можно А употреблять Нельзя Употреблять Еще Хранить Нельзя Употреблять Параллель Да Вот А вот Недавно Помнишь Хлопнули Ой-ой-ой Огромное Казино 200 тысяч Тенге 38 человек Два стола Одна рулетка И 10 Автоматом Ну и что Подготовка Вооруженное Вторжение В Иран Американцам С целью Свержения Конституционного Строя Законно Переизбранного Президента Это будет в Монголии Про канала А у нас нет В Монголии Да В Монголии Много Еще в Канаде Я вот иногда Подумаю В Монголии Свергать Некого В внутреннюю Монголию Тем более Ты знаешь Там свергать Некого Поэтому Спокойно Официально В нутки Прямо Отсюда И в внутреннюю Монголию А вот Опять Если Возвращаться К внутренней Монголии Если Пелевин Настолько Просто Помимо Самого Перса Естественно Я еще Почитал Отзывы Готовясь Так сказать К передаче Ну Называется Что это Одна из Таких Эзотерических Сейчас Мощных Книг Но Само Упоминание Велимира Хребнева Да Все-таки Это Суфи Сам Иран Про что Мы говорили Это Баку Это Колыбель Это Зара Артризма И все Вот Почему Ты считаешь Роман Называется Перс Да Один из Главных Героев Собственный Говорят Перс Хашем Сагедик Ну Героев Настолько Расплывчатый И все равно Почему Называется Россиан Или Американец Знаешь Во-первых Как выехать Назоветь Так она И плывет Хорошее Название Ты видишь Название Перс И сразу Такое Опа А назови Его Например Мы знаем Араб Инструкция По разведению Хабары Понимаешь В условиях Ширванского Заповедника Ну и кто Будет читать Вот Ты бы прочитал Такую книгу Вот Перса Я не читал А вот Инструкцию По разведению Ширванского Подожди Пока Мы говорим Про тебя Тебе лучше Помолчать Смотри Мне кажется Что у нас В качестве Объекта Такого Ну Не то Что Я бы сказал Которому Стоит Восхваляться Приносить Дары Ну Которого Можно По крайней Мере Указать Где-то Чуть В книжечках И Упомянуть Как Изотерического Может Выступать Серега А почему Дары Нельзя приносить Потому что Мне Надо Подождите Разберемся Давайте Реально Реально У нас Паша С дарами Мы Разберемся Подождите Давайте Так Судить Кто у нас У нас Никого У нас Есть писатели Только Алексеонок Алексеонок Он Как Мученик Он Прошел Церковь Прошел Подумер Работает Для того Чтобы Залмучеником Его Нужно Убить Да Это Успеет При этом Желает Чтобы Он Был В Это В В С Серега Что у тебя Саньями Как вопрос Готов Санни Летом Говорится Мне Вот Именно Я Почему Тебя Еще Спросил Об этом Названии Это Понятно Один Из Главных Героев По Рождению Перст Но Возвращаясь Опять К Эзотерике Берется Что-то Он Берет Суфизм Текст Велимир Хлебников А Суфизм Это Все-таки Ислам Который Пришел На территорию Зараратризма Больше Возник Это Персидская Именно Вот Я бы Не сказал Что это Ислам Вообще Начат Суфизм Скажем Так Суфи Подстроились Под ислам Это Возникли Мистические Суфизм Во-первых Арабская Поэзия Доисламская Была Очень неплохо Разработана Это Отдельные Великие Вещи Я тебе Про что И говорю Что Это Перст Зарар Тризм Который Трансформировался И стал Использовать Ислама Больше Время Вот Поэтому Ты вспомни Начало Романа Как Принимается Ислам Совершеннадское Кстати Очень жесткое Описание Которое Тебя Переворачивает Это Жесткое Описание Да 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 И Чтобы Спасти Свою Жизнь Оголтел Это Все А Единственное Она Принимает Вот Это Она Видишь Она И в Книжке Эти Воспоминания Как Такие Мутноватые Такие Нет Здесь Я Я Помню В Это В Целом Что Это Пиздец Да Но Конкретно Точечный Каждый Близм Я Буду Вам Указывать Вот Так Первая Глава Она Дает Такой Настрой Потому Что Первая Глава Собственно Говоря Потом Эта Героиня Исплывает Только Два Три Раза То Это Здесь Про Что Я И Говорю Что Если Мы Берем Реальности Нагромождения Настроение Сюрелистическое Каждая Деталь Она Не Связана Логикой С Другими Но она Подчеркивает Восприятие Целой Картины Да Вот Этот Закон Сюрелистского Про Что Я Тебе И Объясняю Что Вот Перц Это Вот Этот Суфизм Как Ты Правильно Скал Это Трансформировающий Зарар Тризм Вот Полуострово Полуострово Шевронского Почему Опять Тот же Перц Он Ненавидит Принца Что Принц Для него Это Отождествление Прямого Потомка Пророка Я Не говорю Что Здесь Какое-то Неприятие Все Конфликта Но Здесь Видишь Точнее Конфликт Здесь Есть Конфликт Между Каким-то Устоем Четкой Вот Оформленной Знаешь Конфликт Наверное Между Властью Земной Еще Дополнительно Да То есть Которая И Внутренне Доколом Вращается К тем самым Границам Потому что Вот Власть Земная Вот Они Эти Границы Которые Совершенно Глупые Придуманные А Если Посмотреть Внутренняя Моголя Границам Ашперонский Полуостров То есть И он В конце Концов И при этом Ему дают Реальную Земную Примензу Путем Кровавого Жертвоприношения Самого Себя Он Достигает Получает Эту Свободу И Высаживает Дельянку Тюльпанов Голландских И вот Здесь Стоит Подумать Насколько Эти Голландские Тюльпаны Тюльпаны Нет Нет Голландские Самое Главное К этому Роману Невозможно Предъявить Претензию Что курил Автор Потому что Автор В самом начале Книги Все рассказывает Я курил Курил Ну да Так что Эту Претензию Можно сразу Снять И говорить Уже Серьезно Вполне Себе Вопрос Насколько Можно Серьезно Говорить Авторе Которые Заранее Не Вообще Это Трансформация То есть Трансформация В высшее существо Переход Бессмертия Собственно Говоря Это Главная Наверное Тема Всех Четырех Романов Матис Математик Перс Анархист Наверное Ближе Всего Стоят Математика Анархист Потому что В математике Главный герой Тоже ищет Секрет Бессмертия По-другому То есть Если в Персе Это снова На все На Хлебникове На его досках Судьбы И прочем А в математике Нобелевский Лауреат Он пытается Решить Вопрос Бессмертия Человека С помощью Формулы То есть Как Можно Поднять Человека Измерз Но здесь Тоже Попытка Через того же Хлебникова И сам Хлебников Математика Все Зашифрованное А его Расшифровка Генома Той же Нефти В поисках И попытка Передать Стихами Что Дактиль Он куда Лучше Ложится На геном Человека Чем тот же Амфибрахи Тоже Кстати Суфийская Традиция Но Белый Дервиш Не нужно Забывать Что Ильичевский Еще и Поэт В первую Чуть Поэт Вот это Хотел Уже С тобой Поговорить Тоже Как-то Профитируешь На Поэтов Первая Ильичевского Это была книга Ослиная челюсть Которая Составлена Из Стихотворений В просьбе Небольших Каждый Из которых Потом Стала Основой Для Почти Каждый Из которых Стала Основой Для Какой-то Части Романа Ильичевского Для Повести Рассказа И так далее И вот Это Его Чутью Он Через Небо Идет Он Сам По сути Дело В каком-то Смысле Суфий Ильичевский Ну не в каком-то Но без Манера Передать Я вот Когда начал читать Эту книгу Сначала Я отнесся К ней Тем более Твоя рекомендация Литература Но Потом Прочитав Пятьдесят Первых Страниц Исходя Из языка И слов Она захватила Другое Потому что Если бы Это было Просто Литературное Произведение То я бы На пятидесяти Страницах Благополучно Первых Закрыл Зная Что впереди Еще Семьсот Пятьдесят Ну то есть В моей электронной Версии Сто И впереди Еще полторы Тысячи Ну да Но здесь Возникло Бывает иногда Чувство Когда продолжаешь Чем этот Бред Кончится А тут Ты понимаешь Что Этот Бред Он не Кончится И не через Семьсот Страни Через Восемьсот Не через Тысячу Потому что У него нет Окончания Так же Как и нет Начала По большому Счету Я поэтому Говорю Что Наверное Можно посмотреть На эту книгу На роман О языке Еще один Главный герой В этом романе Сам язык Которым Эта книга Написывала Что Собственно Говоря Относится С суфийской Традицией Очень хорошо Ну вот Если Как-то Попытаться Подытожить Нашу Беседу Об этой Книге То Тут Даже Как-то Это Не знаешь Рекомендовать Ее читать Не рекомендовать Вот тут Интересно Было бы Да То есть Раз уж У тебя В гостях Представитель Прогноза Погоды Можно Было бы Как раз Сделать Так А Кому Рекомендовать У меня Потом Традиция Вот эту книгу Хорошо бы Почитать Тем и тем А вот эту книгу Тем и тем А вот эту Не стоит читать Там никому Вот может Как-то так Вот что ты думаешь По поводу Перса Вот кому бы Ты рекомендовал Читать Эту книгу Я бы Не рекомендовал Ее читать Никому Потому что Я скажу Так Тот У кого Хватило сил Досмотреть Это вот Все до конца Тот По крайней мере Попробует Прочитать Потому что Эта книга Она так же Как в Утренней Монголии Она не имеет Ни своего Читателя Конкретного Ни своего Ни своей аудитории Ни своей аудитории Да То есть Ее Может В любой Спонтанный момент Открыться Открыть себя Может Любой человек То есть Человек читает Не себя Как это сказано Да И Ну не знаю Это Вот опять же Возвращаясь К тому маршруту Потому что У меня Вот знаешь Как ключевое Когда я читал Думал Как же Все таки Ребята решили Этот маршрут Пройти По этой внутренней Ну То есть Географическая Это Такая карта Острова сокровищ Где Флинт их зарыл Да И на самом деле Зарыл Ну вот Конкретно Сундуков с пиастрами Там не найдешь Поэтому Если кто досмотрел До конца Вот этот Буктроллинг Тут наверняка Пусть ее откроют Ну а потом Такие книги Если кому Суждено Блин То то ее Прочтет И без наших Рекомендаций А читать ее Если просто Ты решил Почитать ее К книгу Я не знаю Что рекомендовать Может быть Может быть Но мне кажется Что это Прям колоссальный Успех автора Когда его книга Просто стала В иском реальности На которой можно Наткнуться И И открыть На себя Интересно Мы доживем До такой реальности Когда Банников Так же Скажет Для автора Это большая удача Что его книга Была замечена В трейлинге Да Может быть Это живем Может быть Возможно Ну на этом Дорогие товарищи Друзья Досмотревшие Здесь уже И мы подустали Потому что И день тяжелый был И Так скажем Каждая книга Она все равно Когда обсуждается Шлобина на людях Она несет Свою энергетику И Вот эти И вот эти Какие-то Пласты Ну а потом Вот этой Оконцовки Ну всегда Такое чувство Что Я уже никто не смотрю Ты ее говоришь Просто На камеру Но все равно По-любому Спасибо Мы еще раз Приносим Огромную Благодарность Лично Евгению Чубоеворонскому Чудесному Бару Пивариус Где вот такая Тоже Атмосфера Создания Какого-то Прекрасного Пива В реальности Мы не рекламируем Алкогольные напитки Потому что Я их не пью Сказал Сергей И так пристально Посмотрел Суфийской традиции Между прочим Суфийской традиции Вино Это есть Смысл Да ладно Перебродившийся Винограда Духовный Все На этом все Трансформация Трансформация Да Выключай камеру Сейчас Дай Продолжение следует